Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Анна Третьякова и в этом видео я хочу с вами поделиться историями про создание календаря. Моя история с созданием календарей началась на самом деле не с моего календаря, а с календаря иллюстратора Кати Бесковой. В 2017 году я увидела календарик и я была подписана на Катю не с начала января, я не видела ее календарь и купила его только в мае и мне он безумно понравился, понравились эти большие ячейки, понравились иллюстрации, как это все оформлено и как это было удобно записывать все свои дела в такие широкие ячейки, вклеивать наклеечки. Я была очень вдохновлена и решила, что я хочу создать свой календарь, который будет с моими иллюстрациями и я придумала, что я нарисую себе календарь с птичками. Это был календарь на 2018 год и я рисовала здесь иллюстрации разных-разных птиц. У меня был формат такой же, как у Кати. Я сделала такого же размера ячейки, сделала иллюстрации небольшие, но единственное, конечно, я сделала все это без фона, в своем стиле. Я рисовала акварелью и получились вот такие классные птички. Я была безумно довольна тем, что получилось. Конечно, есть моменты, на которые я сейчас смотрю и понимаю, что да, можно было сделать чуть по-другому. И, например, мне здесь не очень нравится шрифт, не очень нравится толщина линий. Но так как это был мой первый-первый календарь тестовый, то, конечно, я была все равно безумно довольна. Я сейчас вам листаю версию не мою, а версию, которая была дома у родителей, висела. Там они, естественно, ничего не заполняли, потому что им нравятся просто иллюстрации. И я его забрала, чтобы показать вам, полистать вместе с вами. А моя версия календаря, она полностью заполнена, все эти ячейки. И, конечно, там много личной информации, много встреч, своих планов, которые я не хотела бы показывать. И как это выглядело в реальности. Вот такой вот у меня был прототип обложечки, где я рисовала попугая. На самом деле это была моя фатальная ошибка, потому что все-все птицы, когда я потом разбирала их, они были из класса синиц, и они все подходили, по-моему, это семейство было синиц. И они все-все были подходящие, похожие друг на друга. И только попугай, он отличался. Не знаю, почему я так неосторожно выбрала именно эту картинку, что она такая была вертикальная в большей степени, и мне подходила под обложку, но немного не сочеталась со всеми остальными птичками. Я назвала этот календарь птицы мира. Идею я придумала, когда поняла, что я много рисую птиц в своих скетчбуках, и они мне нравятся, меня вдохновляет рисовать птичек. И я поняла, что я смогу нарисовать целую серию иллюстраций. В итоге я так и сделала. Я тут еще рисовала самостоятельно месяцы, писала, но тогда я не могла обрабатывать красиво буквы. Сейчас бы я, конечно, их трассировала и сделала очень красиво, но тогда я это не умела делать. Это был леттеринг. И я взяла просто шрифт, который использовала уже в готовом календаре. Да, я готовила иллюстрации. Я изучала очень много информации про разных птиц, как они правильно называются, как они называются на латинском языке, как вообще они в каких местах проживают, чтобы они подходили под разные месяцы и совпадали с моим календарем. То есть это была такая большая работа исследовательская. Когда я сделала этот календарь, я поняла, что я не хочу останавливаться, я хочу продолжать. И следующий мой календарь был. Это календарь с путешествиями. Я отрисовала полноценные иллюстрации. Они были уже с фоном. И здесь я опять же использую тот же шрифт, что был в птичках. Но я меняю верстку. То есть я уже не копирую эту верстку, что была, а делаю собственную верстку. И чтобы продумать ее, я делаю вот такой вот прототип. То есть я беру лист А4, на котором расчерчиваю примерные размеры. Как бы я хотела видеть свой календарь, я смотрю, можно ли здесь записывать какую-то информацию, хватит ли места, как это все будет выглядеть, какого размера должна быть иллюстрация. И уже под этот прототип я вырезала конкретные листы для иллюстраций. То есть я делала по квадрату и уже смотрела, чтобы это было один к одному. Я не делала больше иллюстраций, а делала один к одному. Также я решила, что я добавлю такие вот вдохновляющие надписи и цитаты, которые будут меня поддерживать в течение года. Они были на английском. Это, конечно, такой момент очень вдохновляющий. Я поняла, что меня это сильно мотивирует. Я люблю такие фразы читать. И они были на английском. И если вдруг я знала, что кто-то не разбирается в английском, то я понимала, что классно, мои мысли никто не узнает. Но на тот момент я уже тогда решила, что я календарь буду продавать. И календарь на 2018 год с птицами я тоже продавала. И был тираж 60 штук. И тогда я продала 32 календаря, а 28 я подарила, раздарила всем родственникам, друзьям. Очень много подарила я людям, которые меня вдохновляли или как-то я с ними взаимодействовала, тогда дружила. И в итоге мой доход на тот момент составил минус 2760 рублей. То есть, естественно, я потратила больше, чем заработала, потому что была очень маленькая стоимость, а себестоимость довольно большая. и становилась не лучше, потому что цены росли на календаре. И на следующий год, когда я делала календарь с путешествиями, я поставила чуть выше цену, я сделала предпродажу и сделала тираж меньше, всего 30 календарей. Продала я 20 штук, 10 календарей подарила традиционно. И в итоге у меня получился плюс 150 рублей. Я заработала на создании календаря, но меня это не остановило, и я решила, что в следующем году я буду делать еще календарь обязательно. Кстати, когда я создавала вот этот календарь с путешествиями, меня вдохновила тема воздушных шаров, и я решила, что я хочу эту тему рассмотреть. И у меня такой, знаете, как план путешествий по году, куда можно поехать, в каких странах и местах есть фестивали воздухоплавания, куда можно отправиться. И это был такой у меня план. Может быть, когда-нибудь я его реализую в каком-нибудь году. И, конечно, мне хотелось бы попробовать полетать на воздушных шарах во всех этих местах. Пока что я не летала нигде. Но вот план у меня уже готов. Когда я прорабатывала тему, я все это смотрела. Смотрела по местам, по датам, чтобы это все совпадало и было достоверно. Вот так выглядели готовые иллюстрации. Тут, конечно, в обратном порядке. Сейчас все сложено. Когда я создавала работы, так как я делала в большинстве своем для себя, я брала за основу какие-то довольно популярные референсы. И, например, как с воздушными шарами во Франции или вот в Голландии. Конечно, сейчас бы я так не делала. Я бы делала уже по-другому. Брала бы больше референсов, больше вариантов для работы, чтобы она была не похожа на фотографию. И у меня традиционно я начинаю календари свои с декабря. И обычно к концу календаря я понимаю, что первая работа была гораздо хуже следующих. И вот здесь так и получилось, когда я взяла красно-зеленый шар. И красно-зеленые, как вы знаете, при смешении дают серый цвет и дают грязь. Поэтому у меня получилась такая очень смазанная работа. И я никак не могла ее подправить. Поэтому решила перерисовать. И здесь взяла уже немного другой цвет. То есть это я потом перерисовывала в самом конце. Даже бумага мне чуть-чуть отличается от той, что я рисовала вот эти все иллюстрации. Кстати, да, это моя фишка начать с декабря и отрисовывать самые последние месяцы, а потом уже рисовать другие. Также во время верстки я не ставлю каких-то праздничных дней. Хотя он календарь на русском. Я предполагала, что, возможно, могут покупать в разных странах. И может быть нестыковка по праздникам. И в то же время у каждого свои праздники. Я, например, хочу больше выделить, например, свой день рождения. Или какие-то памятные значимые даты именно для меня. Поэтому я убрала весь визуальный шум, так скажем. Убрала все праздники, чтобы человек мог выделить только то, что важно именно ему. В следующем календаре я решила, что я буду делать отдельные иллюстрации. И я тогда начала заниматься стоками в 2019 году. И уже у меня было нарисовано какое-то количество работ, которые у меня были в моих скетчбуках. Я решила, что теперь я уже умею обрабатывать иллюстрации. Мои акварели, они значительно отличаются. И, например, даже здесь я еще не умела работать в фотошопе и убирать какие-то погрешности, которые у меня были в акварели. То есть как нарисовала, так и выпустила. То здесь я уже научилась обрабатывать и собирать разные композиции, так скажем. И у меня была такая тема, что это будут мотивирующие цитаты на русском языке, которые дополнены такими паттернами из разных клик-картов. Здесь я уже поменяла шрифт, сделала более современный шрифт. Добавила такую строчку для цели и кружочки для того, чтобы вести трекер-привычек. То есть можно было поставить цель, заниматься йогой целый месяц и отмечать движение к своей цели. Мне очень нравился этот календарь и до сих пор он меня очень вдохновляет. Опять же, это версия родительская, которая у них висела. Моя версия полностью заполнена. Я активно пользуюсь календарем, он у меня возле рабочего места висит. Здесь все состоит из разных клик-картов, но где-то я делала композиции, где-то делала паттерны. Здесь я также добавляла плотную обложку заднюю. И вот такой вот у меня был задник тоже классный. Я верю в тебя. Тоже мне он безумно нравится. Такой классный календарь получился. В процессе работы над календарями я также делала открытки. Вот эти открыточки я сделала к календарю 2020 года. Такие классные получились. А вот эта открытка, ну понятно, иллюстрация, которая вдохновила меня больше всего. Это календарь на 2021 год. Снова я взяла такую верстку, когда у меня огромные иллюстрации и маленькие ячейки. Опять же, осталось место для целей. Остались трекер привычек, но уже без цитат. Некоторые работы были для меня очень сложные. Например, вот эта, где много-много зелени. И хотелось показать легкость акварели, но не всегда это получалось. Получались темные цвета. И здесь не совсем верно передается цветокоррекция. Потому что в реальных работах она светлее. Например, здесь вот ярко-розовенький цвет. И я вроде бы пыталась так же и сделать. То здесь все равно уходит в какую-то синеву. Серость. Но это зависит от печати в типографии. У меня не было тестовых образцов. Я делала сразу готовую уже печать. И получилось как-то не состыковалось все-таки по цвету. Мне кажется, сделали они более насыщенно, чем хотелось бы. Но некоторые работы от этого только выиграли. Такая иллюстрация. Самые сложные работы это осень. Было безумно сложно это все откорректировать так, чтобы зеленые с красным не смешались, не превратились в грязь, не были слишком серые, и слишком унылые. Но в итоге получилось вот так. Может быть, конечно, стоит потренироваться еще рисовать осень, чтобы было еще более красиво, более прикольно. Здесь тоже самое. Было сложно нарисовать этой горы. И здесь, видите, она в красноту ушла. Хотя здесь она рыженькая. Вот это моя любимая. Туманные горы. Безумно люблю горы и туман. И здесь уже завершается. Это история создания моих календарей. Четыре года. И я немного говорила про деньги. В 2020 году я напечатала 30 штук также, тираж. И у меня получилось, что я 27 продала. И была в плюсе плюс 2340 рублей за полностью всю работу. Безумные деньги, конечно. Я такой предприниматель, но меня это не остановило. И я в 2021 году решила еще раз сделать календарь. Ну, в большей степени, конечно, для себя, для своей самореализации. Потому что это такой проект, который меня очень греет душу. И в итоге я напечатала всего 20 календарей, тираж. Продала всего 10. И сейчас у меня минус 1500 рублей доход. В итоге на календарях я заработала минус 1720 рублей. Можно сказать, что за 1720 рублей я исполнила свою мечту. И порадовала многих близких своими календарями. И еще получала очень много теплых комментариев, приятных, от людей, которые приобрели календари. И это, конечно, безумно приятно, что календарь в течение года радует человека. И он там записывает свои мечты, планы, цели. Это очень здорово. Но на следующий год я даже не знаю, буду я делать календарь или нет. Возможно, это будет календарь только для меня. И я уже не буду его печатать. Потому что, как показали последние 4 года, для меня это не совсем выгодный проект. И я очень много трачу ресурсов. У меня целый месяц уходит на то, чтобы все это подготовить, прорисовать, сделать, напечатать, отправить, продать, скоординироваться со всеми людьми. Но в итоге получается минус. Конечно, в этом году, в 2020-м, я немного расстроилась от этого, что опять так получилось. И опять я просчиталась. Поэтому следующий год вряд ли будет у меня продолжение календарей. Но все равно я очень рада, что я делаю эти проекты, что у меня так много классных иллюстраций получилось. И они радуют меня. И мой год наполнен прекрасным. И еще у меня есть небольшой блок с ответами на вопросы. Был вопрос, можно ли заработать на календарях. И парочка советов. Это, чтобы заработать, нужно закладывать, какую стоимость у вас будут иллюстрации. Например, вот эти иллюстрации, они у меня еще и себестоимость была большая. Потому что я рисовала на дорогой бумаге Кэнсон Мулин Дюра. Он стоил лист у меня 700 рублей. Это я даже не приплюсовывала к тому минусу, что у меня получился. То есть материалы. Мы закладываем, какая себестоимость. Сколько мы тратим времени. Сколько мы тратим на печать, отправку и так далее. То есть почтовые расходы. Расходы на типографию. Например, у меня себестоимость вот этого календаря в этом году получилась практически 350 рублей. Потому что маленький тираж, он стоит дороже. Получилось по 350 рублей. И я даже тут еще не считала, что сколько я потратила своих часов работы. Практически весь месяц я занималась этим проектом. Плюс отправка, затраты на переговоры, почту, походы и так далее. То есть все это нужно вкладывать, да, свои расходы и время. То есть нужно ставить или выше цены, или продавать гораздо больше, делать рекламу. Мне советовали, что нужно делать календари еще там в июле-августе, чтобы была возможность еще по времени продать эти работы. Чтобы было время на рекламу, чтобы можно было спокойно продавать свои календари. Также нужно смотреть, есть ли дополнительные затраты. У меня, например, были дополнительные затраты на открыточки, которые я вкладывала в каждый заказ. А это тоже плюс 15 рублей. Я примерно посчитала, что чтобы заработать мне хотя бы 1000 рублей с иллюстрации, мне нужно было продать минимум 60 штук. И это даже, ну просто, это самый минимум. Но я в итоге продала 10. То есть я проект этот в 2020 году провалила. Поэтому, когда вы будете делать свои календари, если вы планируете их делать, то обязательно просчитывайте все свои расходы, все свои затраты. И считайте, какую цену вы хотели бы получить. То есть сколько вы хотели бы заработать. И стоит ли оно того или нет. Принимайте решение. Спасибо, что посмотрели это видео. Была рада поделиться с вами своими историями. Тем, как я отрисовывала календари. Для меня это один из любимых проектов, которые я постоянно делала зимой, осенью. И меня это безумно вдохновляло. И вдохновляет. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, вдохновила ли я вас или расстроила. Разочаровала доходами. И буду рада с вами пообщаться. До новых встреч. И пока-пока. Увидимся в следующих видео. Продолжение следует.